У нас такая структура, у нас такая структура тела, у нас такой набор химических элементов, который может возникнуть в данную эпоху, то есть появиться в данную соотношение в данную эпоху при эволюции Вселенной. Но можно рассматривать при этом не только нас. Но вот этот подход мы и называем антропным принципом сейчас. Космологические данные. Значит, естественно, когда я говорю о космологических данных, в силу байса, так как я сам работаю с картой реликтового излучения, в силу байса я считаю, что все данные вторичны по отношению к данным реликтового излучения. И я это потом поясню, но на самом деле не совсем так, потому что сами данные реликтового излучения тоже нужно проверять. Но картина, которая по ней проще, получается согласована. И об этом мы тоже поговорим. И даже если она не согласована, это все равно хорошо. Об этом тоже поговорим. Значит, наши наблюдательные данные мы можем сгруппировать в некий набор заявлений. Самое первое заявление, которое, собственно, и есть. А крупный принцип, в том понимании, в котором я вам его рассказываю, наше существование. Наше существование на этой теме. И, исходя из нашего существования, мы можем пытаться описать обратную задачу. Дима в предыдущей лекции рассказывал, как у нас получается физические элементы. И если мы проследим всю эту цепочку, чтобы собрать физические элементы, которых мы состоим, мы увидим, что нам понадобится не меньше 6 миллиардов лет для того, чтобы все это собрать в единую кучу и нас сделать. И это будет нижняя граница возраста телевизора. Если мы говорим, что вот у нас там за 5 миллионов лет все это получилось, мы не сможем вот эти физические элементы получить. То есть нам нужно что-то еще наворотить. Ну а дальше получается. Вот у нас первый параметр, нижняя граница возраста телевизора. Смотрим. Да, чтобы у нас тот химсостав, из которого было второе поколение звезд, получено, преволюционировало, мы должны были сделать какие-то вот эти первичные адвокалы. Мы должны были взорвать первые звезды. Первые звезды должны были прожить очень мало и решить много полезных для нас задач. Эти задачи должны быть ионизация водорода опять. Потому что водород сейчас находится в плазме в основном состоянии. Ионизацию мы должны сделать ультрафиолетом. Взлезы должны быть горячие, там не меньше 100 тысяч километров. Они должны быть большие. Мы их должны были собрать с водородой и дерево, но мы не успеваем их сделать за достаточно короткое промышленное. Что делать? Мы должны бросать темную материю. Сколько темной материи нужно бросать? У нас есть какие-то другие наблюдательные данные. Вот здесь вот. Присутствие темной материи в галактике и скоплении в галактиках. И это соотношение между темной материи и невидимой дает нам подсказку. А что будет, если мы будем бросать темную материю в эти облака столько? Сколько нам подсказывает то, что есть в галактике и скоплении в галактиках? Привязательно в 5,5 раз. Давайте бросим туда темную материю. Не знаю, что это. А потом будем бросать туда в дорогу. Смотрим, как он уничтожает. И вообще-то как раз примерно 5,5 раз темная материя нам и нужно. По отношению к водородной неделе. Чтобы у нас образовались первые звезды, достаточно быстро провисционировались. И привели к тому, чем встану, который у нас ждет. Из-за того, что мы есть, возраст в галактике и не меньше 8 миллиардов лет. И у нас здесь темная материя приблизительно в 5,5 раз больше, чем в галактике. И я вам уже говорил, что вот как говорится, то есть темная энергия. То есть, в принципе, то, что я вам сказал до этого, это было известно. Это темная энергия. Но было непонятно. Думали бы, что вселенная расстреляется с замедлением. А потом она будет остановиться в своем расстреле. И потом она начнет сжиматься. И оказывается, это должно было произойти и раньше, чем то, что мы сейчас видим. Это значит, что у нас все вот эти скопления галактик должны были бы сливаться в одно гипергигантское скопление. Теперь представьте, что происходит при слиянии скоплений галактик, когда плотность растет. То есть, когда действие гравитации сильнее, чем расстреление Вселенной. У нас начинается мертвый слияние объектов. В видимой области Вселенной в последнем оценке приблизительно 2 триллиона галактик. Ну, будем считать, возьмем самые яркие. Мелкие нам интересные. Хотя они тоже могут стать соответствующими цветами в базарах. Мы сливаем, где галактики у нас есть. Мы сливаем, где галактики у нас есть. Скопление галактик на достаточно большие расстояния. И тут мы приходим независимо из нашего существования на то, что должна быть темная энергия, которая нас спасла. А раньше не рассматривали, что должно было произойти. А если просматривали бы, задумали бы, что действительно, что это должно быть. А в законах природы я тоже сказал. То, что законы природы одинаковые, это здорово. И это позволяет нам достаточно быстро познать этот мир. Если бы у нас были переменные законы природы, а на самом деле скажу, что открытие и изменение законов природы – это уровень мобильской пыли. Поэтому много групп занимаются тем, что хотят найти, что там где-то что-то меняется. Ну вот меняется там заряд или что-то со временем. Можем быть не меняется. Скорость света не меняется. Но продолжают искать, продолжают исследовать либо те, либо другие элементы. Причем исследуют часто так, что вводят дополнительные, например, поля. Темная материя – это не вещество, а какое-то поле. То есть это поле, столярное, вовремя и нынешнее направление, может каким-то образом влиять на законы природы, если мы их обнаружим, тогда мы можем решить обратную задачу и определить правила этого поля. Это сложнее становится система, методы главных компонентов, сложнее становится система, чем если мы просто скажем, что темная материя – это вещество и некая генетарная физика, которую нужно найти. Мы упрощаем в данном случае не всю систему, но все это нужно для того, чтобы объяснить неизменность законов природы. У нас есть неизвестные компоненты, а законы природы везде одинаковые. Знаете, похоже, мы что-то рядом тоже можем поисследовать. Ну и дальше понятно. Семетический состав Вселенной, наблюдаемый по данным реликтового излучения, достаточно прекрасно исследован сейчас. Это почти точно 75% водорода, вот на тот момент, и 25% герия с точностью до 1 сотой. Ну и какой-то мусор, все остальное, всего остального, что там образовалось. Совсем маленькие-маленькие доли, которыми мы можем пренебречь.